Появиться на этой вечеринке без смартфона считается верхом неприличия. Не снимают здесь сторис, разве что официанты. Второй сезон битвы блогеров. Финал. Все очень дружественно, постуденчески безбашенно и вместе с тем торжественно. Думаю, что нас много кто удивит. Это все, конечно, волнительно, потому что команды действительно готовились. И мы сегодня ожидаем по-настоящему крутое шоу, которое, я думаю, будет вспоминаться и для многих. На самом деле мы уже не знаем, чего от них ожидать, потому что мы знаем, что они очень готовились, причем готовились все команды. И для нас это тоже секрет, тоже тайна. Мы точно так же ждем этого финала и не знаем, что будет. Битва блогеров – это как игра, где герои меняются местами. Во втором сезоне наставниками стали те, кто, например, в первом был в жюри или даже участниками. А четырьмя из шести команд руководили дуэты. Моя команда с большой буквы «К», потому что они и так объединились. Я им сразу обозначила, что, ребят, вы действуете самостоятельно, я вас только направляю куда-то. Они действовали самостоятельно, то есть мы в нереально экстренных условиях снимали. Мы делали, работали, изучали что-то. Первый сезон у нас прошел очень активно, то есть мы изучали и фотографию, и СММ, и прочие инструменты продвижения. В принципе, им это дали и специалисты второго сезона. Но самые главные фишки, которые мы сами используем, мы, естественно, рассказали нашей команде. Наши силы объединились. Боря помогал ребятам выстраивать Инстаграм со стороны бизнеса, подходил к этому очень серьезно. А мы развивали личный бренд, и мне кажется, вот этот двойной удар, он был еще более полезен. Двоем всегда веселее. И мы с Азатом просто друзья давно, и не было такого, что мы познакомились на проекте, и давай-таки вместе что-то придумывать. У нас, в принципе, понимание картины мира примерно одинаковое, поэтому у нас все получилось. Финальное выступление – это так же важно, как и все то, что происходило в течение проекта. Именно поэтому на подготовку ушел весь запас творческой энергии. Хочу сказать спасибо Инстаграму. Ты нас соединил во веки. Чужие вроде человеки. А как по комментам сказать? На финал, на самом деле, мы готовим прям бомбу. Мы из тех людей, которые не хотели делать какие-то танцы, пляски, шоу, потому что мы все бизнесмены, мы все очень занятые люди. И мы сделали такую вишенку на торте. Даже такую бомбочку на торте, я бы сказала. Мы готовились ровно в 18 минут только что. Мы прогнали сценарий, который ночью писали два прекрасных мужчины из моей команды. И я думаю, что у нас будет такое достаточно победное выступление. Только не с точки зрения массовости костюмов и подачи, а с точки зрения легкого юмора и креатива. У нас номер из тех годов, когда мы родились. То есть у нас команда примерно одного возраста, и мы решили сделать ставку на те психологические триггеры, которые были популярны именно в те времена и в наши, наверное, школьные годы. И мы вот решили на это сделать ставку. Я думаю, будет очень шикарно. Будет очень ярко, будет очень эмоционально. Я уверена, что всем понравится. Мы всех зажжем. Все это шоу в каком-то смысле осложнило работу жюри. Наряду с действиями в Инстаграм пришлось оценивать и артистические способности. Сегодня, то есть общая работа их в Инстаграме это 45 баллов. То есть 15 на фото, на видео и на копирайтинг. Сегодняшнее выступление всего 20 баллов. Эта команда, она реально занималась. Ну и ровно идут Рогозина, Ураган и Инга. Много согласных. Для меня это было примерно все одинаковое. Поэтому опирался исключительно на то, что я видел сегодня. И со своей, ну некой такой творческой, может быть, составляющей оценивал емкость всего происходящего. Я, наверное, выделю Айну и Ингу. Вот у меня почему-то. И да, когда я тоже просматривала по тегу, вот именно вот эти два лидера зацепились. Хвалили судьи совсем недолго. Досталось в этот раз всем. И участникам команд, и их наставникам. Нету ярких пятен, нету ярких видосов, нету, я не знаю, там, оденьтесь все в красное, сфотографируйтесь. Ну, какие-то моменты, да, которые, в принципе, им не посоветовали, да. То есть я бы в следующий раз, ну, это как бы больше задания блогерам давал насчет фотоконтента и видеоконтента, чтобы у них была задача это сделать конкретно. И мы посмотрели, как они с этим справились. Мне кажется, поработать нужно было получше и над фотоконтентом, и вообще, да, всем. Ну, нескусственно было. Но нету в Инстаграме воздуха. В Инстаграме должен быть воздух. Иначе общая картинка не читается. Я сейчас хочу, чтобы, ну, как бы не было такое, а, я сказал, все там, давайте. Нет, почему бы у нас... Давайте сделаем, как я сказала. Нет, нет, ну, вот. Для меня важна не победа. Для меня важен тот результат, который я получаю. На данный момент результат моих блогеров, результат участников битвы. И я думаю, то, что то, за чем они пришли, они получили. Половина команды считает, что мы уже победили, а вторая прислушивается к первой половине. Поэтому для нас сегодня очень важно кайфануть. Конечно, для меня победа очень важна, потому что я лидер по жизни, я люблю побеждать, но в данной ситуации я не могу оценивать. Безусловно, я бы очень хотела победить, но я знаю, что мои коллеги, наставники, это очень сильные лидеры города Челябинска. И с ними соревноваться я знаю, что будет очень тяжело. Поэтому, ну, как оценит жюри? Для нас важна и победа, и наш дополнительный челлендж, который мы сделали. Потому что в первом сезоне мы уже победили. Надо интереснее. От последнего дня, от последнего вот этого, да, финала, от этого шоу, мероприятия мы получаем наслаждение. И для нас это самое важное. Вот просто последние минуты впитать в себя так, чтобы запомнить на всю жизнь. Вот это самое главное – эмоции. Эмоции. Хотя от победы мы, конечно же, не откажемся. И с удовольствием примем, не знаю, там, может, медали будут, телеграмматы. Первое место мы с удовольствием примем. Хоть победа в проекте и не главное, имя выигравшей команды – тема номер один этого вечера. Очень волнительный момент. Так затянулась дискуссия. Жюри и... Та-да-да-да-да! Мальчик! Кто? Та-да-да! Овации, восторги, поздравления Кубок Победителя, сертификаты партнеров, еще раз сертификаты партнеров и подарки спонсоров тоже сертификаты. На этом второй сезон, казалось бы, должен был завершиться. Но мы забыли про главное – обсуждение всего произошедшего в Инстаграм. Мнение, комментарии, ответы, недовольство, критика, благодарности. Словом, все то, за что мы и любим, ну или хотя бы просто принимаем эту социальную сеть.